На связи, а это очень ограниченный отрезок времени, мы еще обязательно отдадим вам слово. На связи с нами, как и было обещано, из Одессы, по телемосту, губернатор Одесской области, Михаил Саакашвили. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Михаил, скажите, пожалуйста, какую все-таки вы сейчас занимаете позицию по поводу того, что произошло на минувшей неделе? И насколько, простите, соответствуют действительности слухи о том, что сейчас в связи с тем, что произошло, в связи с вашими заявлениями, начали резко ухудшаться ваши отношения с президентской командой? Михаил. Ну, во-первых, я был первый, который употребил термин «олигархический переворот», и это было подхвачено потом многими политическими партиями. Так оно и есть. То, что произошло в Украине, другого названия в парламенте несколько дней тому назад, другого названия не имеет, как реставрацию старого олигархического режима практически в полном объеме. Когда мы имеем правительство Украины, которое полностью под контролем, не то, что они манипуляторы, я слышал от ваших там выступающих, от нашего друга Мусея, что премьер манипулятор. Да никакого не манипулятора, они все манипулируемы всеми теми олигархическими кругами, которые их поставили и посадили на свои кресла. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что сейчас у нас не просто политический кризис, который был в 2004-2005 году. В 2004-2005 году политический кризис был на фоне большого экономического подъема. Это все равно разная ситуация была. Я хорошо помню не ту ситуацию. Сегодня я общался в Одессе с представителями туристической компании, которым мы готовим летний сезон, тоже об этом мы говорили. Но они мне сказали, что у них два раза сократились поездки людей, но резко сократились ниши людей, которые ездят в Египет, Таиланд, Турцию. Это средний класс. Но вырос сегмент люксового туризма. Я их спросил, как они думают, почему. Они говорят, что весь народ обнищал, а коррупция выросла. Коррупционеры ездят в Польшу. И они это могут определить по своим конкретным транзакциям и операциям. И это реально соответствует тому, что происходит. Поэтому на фоне этого, на фоне того, что произошло, конечно, мы уходим в тяжелую ситуацию. Насчет того вопроса, который вы спросили. Я со всеми строю отношения на основе конкретных вещей. Вот сегодня я ожидал, что в парламенте зарегистрируют наш закон. Мы тут делаем электронную таможню. Уже начали ее строить. Открыто таможенное пространство. Уже объявили конкурс на новых сотрудников. Очень много людей пошло, поверило. И это что такое? Это электронная таможня, которая полностью исключает. Вообще полностью по определению исключает любую коррупцию. Потому что все решает компьютер. И человека вообще никто не подпустит к принятой решению. И не больше 5% контейнера будет предосматриваться. И любой контейнер будет проходить максимум за 15 минут. Все для этого мы сделаем. Вроде было договорено с парламентом, что они пропустят. Сегодня в комитете нам сообщили, что фракции... Раньше были скептические замечания со стороны Народного фронта. Премьерские фракции. Сегодня уже президентская фракция уже не поддерживает этот законопроект. Поэтому мне все равно, какой они фракции. Я по результатам сижу. Я сижу, вот конкретно этот законопроект закрыл бы многие потоки коррупционные конкретным людям. Очень по этому вопросу волновались внешние бракера, которые там посредниками выступают коррупцией. Допустим, Киевская таможня, Львовская и так далее. Там, где реально делаются эти деньги. И как их заблокировали? Заблокировали через Раду. Поэтому, конечно, мы имеем сложности по всему политическому спектру. И, к сожалению, там особых преимуществ мало я у кого вижу. У меня вопрос к вам, Михаил. Скажите, пожалуйста. Вот известно, что во фракции Блок Петра Порошенко у вас есть сторонники. Члены антикоррупционной платформы. Вот вы, скажем, будете призывать их к тому, чтобы они вышли из состава коалиции? И когда? Ну, правильно сказал Саша Боровик у вас. Реально политического процесса в парламенте уже нет. Поэтому мне трудно говорить о политическом процессе в парламенте. Когда голосуется то, чтобы признать действие правительства неудовлетворительно 247 человек. И потом ставят комедию и меньше 200 голосуют за то, чтобы поменять. Это приговор всему политическому классу реально. И поэтому, когда я слышал сегодня, Арсений Петрович сказал, что он сравнил себя с Маргарет Тэтчер. Вот, мол, Маргарет Тэтчер тоже был низкий рейтинг. Я лично знал Маргарет Тэтчер. Я встречался много раз с Маргарет Тэтчером. Я хочу подчеркнуть, что Арсений Петрович ничего общего не имеет с Маргарет Тэтчером. И более того, если Петрович поменялся к лучшему, этот человек не популярен, потому что он возвращает ситуацию обратно. Хорошо. Вы как опытный политик? У вас есть рецепт выхода из кризиса? Я думаю, что, когда вы говорите, что вот как из этого выходить и кого верить, я думаю, что сейчас народ должен поверить, как и в решающий момент украинской истории самого себя. Не политический класс. К сожалению, политический класс приходится контрастировать целого, обанкротился. То, что мы увидели, это действительно не влазит ни в какие демократические процедуры, не отражает ни эту волю народа. Идет полный разрез, и все рассчитано на то, что стерпится, слюбится, телевидение олигархически поработает, люди просто будут всех ненавидеть. И каким-то образом они отстанут от них, и они дальше будут продолжать то, что они делают. Поэтому в такой ситуации я думаю, что надо мобилизировать общественное мнение. 22 числа с понедельника мы уже выходим в регионы, в Черновцах первая встреча, потом в Ивано-Франковск. Мы, в принципе, за три недели проедем 20 региональных центров. И мы будем мобилизовать народ в цивилизованных абсолютно законных рамках. Я думаю, что есть моменты, всегда были такие моменты. Мобилизовать на что, Михаил? Когда народ должен взять политический процесс на то, чтобы заставить политический класс послушать их, услышать их, поменять политику, поменяться самому, поменять кадры. Старые меха не вливают, вернее, новое вино нужно ввести в новое меха. Старые меха, когда их вливаешь, это взрывается и разливается. Это все безусловно правильно, а если политику не услышит народ? Мы привезем к Киеву эти... Да, пожалуйста, тут присутствующие господа депутаты. Я думаю, что есть много разных методов. Но мы можем понимать, что вы призываете в том числе людей и выходить на улицы? Я думаю, что есть разные методы, каким образом народ может сообщить о своем мнении своей власти придержащей. Михаил, хорошо. Если народ решит выйти на улицу, вы готовы возглавить это движение? Я думаю, что народ сам решит, что ему делать. Народ сам решит, кого выбрать в лидеры. Народ сам решит, когда это сделать. Я думаю, что на самом деле единственное, что, чего точно я знаю, не будет. Не будет никакого статус-кво. Нету статус-кво. Это все воображаемая вещь, что давай мы договорились и где-то там смоделировать, что все хорошо. Все для них нехорошо. Этот между собой человек, этот договорняк, это надсмехательное, наплевательское отношение к интересам народа. Олигархический переворот, который реально восстановил старый режим. Потому что что произошло? Когда после революции не происходит революционных изменений, происходит реставрация старого режима. Вот оранжевая революция не смогла провести решающих реформ. Пришел обратно Янукович. Никто даже представить это себе не мог, но пришел же обратно. Сейчас, после второго Майдана, не провели решающих изменений, и более того, многие вещи ухудшились, и произошла реставрация олигархического контроля. Но люди, как и в первом случае, так и во втором, а сейчас еще больше, чем в первом, абсолютно, потому что это после, до фоне освободительной войны против российской агрессии, после жертв на Майдане. Конечно, люди этого не примут. Они глубоко заблуждаются. Никакими деньгами безразличия людей не закупить. Они могут друг друга покупать, они могут себя успокоить, они могут билет купить, по крайней мере, за границей, или через туристические компании, с которыми я общался, на Мальдивы, и там навсегда успрятать от себя. Но они не скупят равнодушие народа. Я как никогда верю в здоровые инстинкты народа. Я уверен, с понедельника мы увидим, мы получим все больше и больше и больше мобилизацию, и эта мобилизация будет принимать разные формы, и она обязательно приведет к победе народа и к возвращению украинской политики на политические рельсы, с новыми силами, с новыми ресурсами, с новыми отношениями. Я совершенно уверен, что в этот раз у нас будет уже готовая программа реформ, новый политический класс и очень быстрое движение вперед. Просто надо этот затор убрать, потому что он сопротивляется больше, чем я представлял. Но все равно им придется поддерживать. Михаил, Михаил, есть у нас... Господа, сейчас давайте с аплодисментами повременим, потому что у нас еще есть технический такой момент, задержка звука на 3 секунды. Поэтому, когда возникают паузы в выступлении господина Саакашвили, это просто потому, что он слышит нас с опозданием на 3 секунды. Михаил, здесь у нас есть депутаты, политологи, журналисты. Здесь в зале у некоторых к вам есть вопросы. Вот в некотором смысле ваш предшественник на посту руководителя области Николай Скорик, ныне депутат от оппозиционного блока, хотел что-то или спросить, или сказать. Нет, спросите. У меня действительно простой вопрос. Добрый вечер, Михаил Николаевич. Вопрос простой. Вы, как глава областной администрации, являетесь государственным чиновником первого ранга. И вашими непосредственными руководителями являются... То есть вы находитесь в структуре, в действующей структуре исполнительной власти, главой местной исполнительной власти в одной из крупнейших областей. Вашими непосредственными начальниками являются действующий премьер и действующий президент. В этой связи у меня вопрос. Крупнейший власть. У меня вопрос. Почему вы не обратитесь напрямую к президенту? Вы прекрасно понимаете, как президент, а бывших президентов не бывает, как президент Грузии, что все на сегодняшний день находится в руках президента. И все то, что происходило в парламенте во вторник, это спектакль, который пытался разыграть именно глава государства. Почему вы не обратитесь к нему с требованием отрегулировать ситуацию, либо не подадите в отставку, потому что я понимаю из вашего выступления, что вы не согласны с такими его действиями? Пожалуйста, Михаил. Ну, во-первых, я думаю, что каждый человек должен ставить вопрос о своей ответственности. Я от своей ответственности не избегаю, но хочу напомнить вам при большом уважении к вам лично, как к своему предшественнику действительно здесь, что если бы ваша фракция нажала на кнопку, то бы мы сейчас не ставили, не ставили, были той ситуации, в которой мы оказались. Ваша фракция называется оппозиционная фракция. Я первый раз вижу в какой-нибудь стране, что оппозиционная фракция не отправляет при возможности правительства властного. Такого не бывает в немократических странах, и поэтому мы получили то, что получили. Если бы мы нажали кнопку, то оставалась бы действующая оппозиция, и фактически был бы выпущен пар общественного мнения в отношении того, что Арсений Петрович плохой, давайте из коалиции назначим нового премьер-министра хорошего. И все те люди, которые ответственны за власть, за действия власти, за обнищание населения, за то, что мы не решаем проблему войны и так далее, остались бы в стороне от этого вопроса. А вроде бы в общественном сознании выпустился бы пар, что вот убрали Яценюка, а теперь все остальные хорошие. Вы с этим согласны? Насколько я понимаю из ваших выступлений, вы достаточно четко ставили вопрос, что не один Яценюк в этом виноват. Нет, я считаю, что тоже и коррупция, и нищета наша, и неэффектность власти имеют конкретные имена и фамилии лица. Не в целом, вокруг, а да около. Да, лицо неэффектности власти, и имя неэффектности власти, в первую очередь, в том числе и Арсений Яценюк. Да, лицо неэффектной власти, очень много людей в разных видах власти. Они могут пойти в президентскую администрацию, они могут пойти в любом министерстве. К сожалению, у нас нет министерства какого-нибудь, которое бы конкретно помогало людям. Конкретно решало вопрос всего больше людей. И поэтому, конечно, когда люди от вас и от нас всех требовали, чтобы это правительство отставили, потом бы посмотрели, что произошло. Но уже первое же поползновение, ну вы же видели опросы, мы же все, зачем нам опросы, мы же ездим по улице, мы ходим, мы общаемся, мы же никаких на колбах сидим в себе. Практически все хотели отставить правительство, и главный заказ людей не был выполнен. И это можно мотивировать чем, что угодно. Но сколько бы мы не мотивировали, реально политический класс предал интересы народа. И реально мы знаем, что партии называются по-разному, но это все политические проекты конкретных олигархов. Почти нет в Украине сейчас политические партии, которые бы представляют народ снизу, они все представляют какие-то конкретные интересы. Поэтому такой ситуации. Естественно, я тоже беру на себя ответственность. Естественно, я говорю напрямую, все, что я думаю. Ну у меня давно не было возможности премьер-министру, но президенту точно я говорю. И точно говорю очень многим министрам. Мы пытаемся каждый на своем месте что-то менять. Вот мы пытались менять эту таможню, они меня сегодня заблокировали. Мы сделали Центр обслуживания граждан, это был прорыв для нас. Мы там сделали Центр Совета экономического развития, который идет наперекор всему тому, что есть наша экономическая политика. И боремся за каждого налогоплазильщика. Боремся, чтобы кровь у него не пили налоговики. Чтобы там боремся за каждую ситуацию с полицией, с прокуратурой и тому подобное. Вы это все могли видеть? Чего мы достигли? Наверное, не очень многого. Но то, что хотя бы маленькие поддержки были, это я считаю, что если бы все в этом ракурсе двигались, может быть, страна была бы в другой ситуации. Но сейчас мы там-то, где мы и находимся. Поэтому я беру в ближайшие дни отпуск. Я еду в регионы. Но это мы уже поняли. Мне очень хочется помочь Одессе. Но я не могу быть как рыба об лед. Поэтому я иду к людям, и мы будем вместе разворачивать эту кампанию. Очень много критики в адрес сообщества. Евгений, секундочку. Просто мне показалось, что, возможно, нам нужно дать слово Игорю Жданову. Это единственный представитель Кабмина. Очень много критики прозвучало из уст господина Саакашвили. Игорь, вы хотите как-то прокомментировать или, возможно, подискутировать? Я готов прокомментировать все, что я услышал. Действительно, я согласен с оппозиционным блоком. Державный службовец, найвищего ранга, занимается просто политиканством. Розповедает нам про какие-то политические проекты. Он просто на работе в Одессе не бывает, а ездит там по регионам, а других, и занимается политической работой. То есть вы решили ответить взаимными объявлениями, правильно? Если вы занимаетесь политической работой, то подайте отставку и занимайтесь своим проектом, который вы создаете, политическую партию. Кстати, вы несете полную ответственность за коррупцию, которая есть в вашем регионе. И когда вы встречались с фирмами, одесскими, туристическими фирмами, то это в вашем регионе происходит такое расширение между наибудшими и наибогатшими. То есть спросите сначала себя, почему это происходит, а не спросите у кого-то. Поэтому, господин Саакашвили, вы популисты 99 уровня. Я вам просто аплодирую. Но знаете, вы тут звинувачивали нас после Померанчевой революции, что нам не удалось сделать, и пришел к Владу Янукович. А вы вспомните, а почему к Владу пришел ваш наступник? И где вы сейчас находите? В какой стране? И что вы делаете? Пожалуйста, Михаил. Это был министр Жданов, министр молодежи и спорта Украины. Я думаю, что фамилию этого министра люди только узнали, когда он не подал в отставку. Никто не знает, что это такое. Но он действительно выражает это без любви. Я думаю, что фамилию этого министра знали на Майдане. В отличие от вас, появились вы с несколькими спичами и ушли оттуда. Так что не надо рассказывать, кто кого узнал. Я думаю, дайте мне закончить. Дайте мне закончить. Пожалуйста. Дайте мне закончить. Что касается популизма. Вы представляете правительство, которое превратило Украину за два года в самую бедную страну Европы официально. Я представлял правительство, при котором бюджет, то есть ВВП моей страны выросло три раза за годы моего управления. Вы представляете правительство, которое загнало Украину на 163 место по свободе бизнеса. Я представляю правительство, возглавлял, которое вывело Грузию 137 место на 8. Вы представляете правительство, которое не построило в моей области, например, даже 10 километров дорог. Я построил маленький Грузии, несколько тысяч километров я отремонтировал. Вы представляете правительство, при котором здравоохранение практически разрушено и самое дорогое лекарство? Я в Грузии подстроил 150 новых больниц. Вы представляете правительство, при котором коррупции 80% бизнесов говорят, что они имеют дело с коррупцией? Я бы сделал правительство и страну, где меньше 1% людей по вопросам имели дело с коррупцией. Поэтому, действительно, в условиях демократии люди сменяют правительство. Но то, что мы сделали, дай бог моей Украине, сделать десятой частью этого хотя бы за следующего года, я сегодня буду считать самым счастливым человеком мира. То, о чем я говорю, очень хорошо задекоментировано. И потом про Одессу. Почему все спорят про Одессу? Почему никто не говорит про Днепропетровск? Потому что это единственное место, где мы разрушили коррупционный вертикаль. Где реально руководство прокуратуры, полиции, областной администрации не берут взяток. Где реально на таможне, при всем том, что мы, увы, ваше правительство забрало у нас энергетическую таможню, мы сами отказались от площадок. Сегодня растормаживаем только Грузии Евросоюза, мы перевыполняем план, то есть показываем, что можно делать при 20% объемах, мы перевыполняем тот план, который завышенный. В 20% объемах. Что можно сделать, если не красят в масштабах Северной Украины? У нас Центр обслуживания граждан, самый быстрый сервис. Это ваше правительство, увидев, что мы действительно сделали самые быстрые сервисы, начинает их забирать. Они забрали выдачу паспортов, они сейчас не передают там, что они обещали. Это ваше правительство сейчас блокирует вместе, к сожалению, с президентской фракцией быструю таможню электронную. Потому что вы прекрасно знаете, как только будет электронная таможня, ваши потоки, которые каждый из вас получает через конверты в кабинетах, и мы все это знаем. Не держите нас до дураков. Я действительно, вы, госслужащий, я отвечаю за свои слова. Я прекрасно знаю, какая коррупция идет в каждом кабинете. Не может страна, которая намного богаче потенциал, чем Грузия. При мне Грузия, Грузия, значит, мы сократили налоги на 60%, бюджет страны вырос в 11 раз. Почему Украина сокращается все время? Почему доходы сокращаются все время? Потому что это перетекает куда-то. И это перетекает к вам. Поэтому я сделаю то, что сделаю. Не вам не указывать. Я в стране Украины, потому что я участник, кстати, двух Майданов. Я знаю, что в Украине решается и судьба Украины, и судьба моей родной Грузии, и судьба Молдовы, и судьба всех остальных. Поэтому я не буду, не напрасно вы хотите, что вы уезжаете там и оставили нас в покое. Нет, эту страну я вам не оставлю. Эту идею в Великой Украине. Еще очень много желающих. Грузия, пожалуйста, без аплодисментов у нас мало. Мы вам напомним, мы вам напомним, мы вам напомним, в результате двух Майданов вы преодолели идею. Вы ничего не выучили и ничего не поняли. Так же, как в свое время сказали про Бурбонов, они ничего не забыли. Вы ничего не забыли. И вы ничего не выучили за два Майдана. Вы не выучили, что нельзя игнорировать свободу. Вам все время кажется, что он дурной, что он не поймет, что он опять все стерпит. Ничего подобного. Два раза вам объяснили, третий раз вам объяснят. Третий раз вам объяснят уже бесповоротно. И тогда все сменится. Я совершенно в этом умею. Игорь, мало времени. Давайте прокомментируйте, но не превращайте это в перепалку, пожалуйста. Я принимал социальный напад, когда я был на Майдане. Поэтому не нужно эти вещи говорить. Это первое. А теперь до сутевых вещей. Тут было рассказано, что уряд не побудовал в Одесской области ни одной километра дороги. Это так, это правда. Сам пан Саакашвили запропонировал этот эксперимент, когда половина надходов по запланирую от таможней идет на строительство дороги. Почему-то в Львовской области это становится 170 миллионов. И они построили там дороги. А в Одесской области не строится. Поэтому я не хочу слушать этот популизм. Про что мы не научили два Майдана? Про что вы дальше говорите? Пан Саакашвили, вы занимаетесь конкретными вещами. Боритесь с коррупцией у себя в Одесской области. Будете дороги, будивлі. Займайтеся субсидиями для граждан. Займайтеся социальной политикой. А не выходите на то шоу и не учите мне, как мне жить в моей стране. Субсидия, подожди, я нас поверну все-таки до конструктива. Пане Михайле, щодо законопроекта. Я предпочитала... Никто вам не дал право за то, что вы стояли за Майданом грабить страну. Я видел много грабителей. И на той стороне? Нет, 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 Михаил Николаевич, извините, я... Нет. Он почему-то дает им право. Меня звинувачат коррупции. Извините. Если вы хотите, я вам расскажу про дорогу коррупции. Я отримаю гроши в конвертах, как он сказал. Хотите конкретно сказать? Значит, идите до НАБУ, до Генеральной прокуратуры, если у вас есть факты. И говорите, что Жданов, министр Жданов, отримал такие-то субы. Хватит этих представных звинувачений. Розумієте, пане Михайло? Хватит. Есть права, есть факты. Идите в правоохранные органы. Я готовий прийти до будь-яких допитов и сказать, что я чистый перед законом и перед моёю краю, которую я защищал на Майдане и в АТО. Все. Пожалуйста. Шановные коллеги, все ж таки хотела бы до конструктива. Пане Михайло, предбачалось, что я выступлю одним, ну, мабуть, первым автором законопроекту, про который вы говорите. Но почему, от власне, я сегодня утрималась от его подписания и регистрации? Одним из пунктов данного законопроекту передбачается, что на протязи року все вантажи, которые заходят на территорию Одесской области, должны разметиться исключительно в Одессе. Во-первых, это соперечить киотские конвенции про гармонизацию митных процедур. Но я была готова закрити очи на тимчасовое порушение международных обязанностей Украины, для того, чтобы все ж таки забезпечить розмитнение тех вантажей, которые заходят в Одессу, а едут размитниваться в Киевскую область, потому что здесь сидят минимизаторы и модные фирмы, и позволяют им по заниженных тарифах размитниваться. Я готова была на это закрити очи. Но я не идеализую и то, что у вас происходит на Одессской митнице. Потому что, например, минулого тижня до меня в рабочем порядке надошла скарга. Все импортеры знают мой телефон, мою электронную почту. Дуже часто мне оперативно надают, как члену податкового и митного комитета, информацию. Тетяна, вы мне, извините, просто мало времени. Ближе к вопросу. Так вот, власне, люди в первый раз поехали через Одессу, их больше тижня тримали без огляду, без приняття будь-яких решений, без выпуска товара в вольный обе. Вы говорите, что вы боретесь за каждого платника податков, за каждого субъекта ЗЭД. Но, может быть, это ваши решения саботуются теми коррупционерами, которые остались работать на Одессской митнице. Поэтому, если мы сейчас с вами дойдем сгодой выключить этот пункт законопроекта, то я его заподпишу и зареиструю в понеделок. Пожалуйста, Михаил, это был вопрос Татьяны Остриковой из Самопомощи. Если вы мне дадите слово, я могу ответить. Да, пожалуйста, слово у вас. Во-первых, тот законопроект, который мы предлагали вам, этот законопроект основан на том, что мы на международной системе АСИКУДА, это система ООН по оценке рисков, и он применяется во многих странах мира, и не надо выдумывать велосипед. Он и есть. Я не думаю, что он противоречит каким-то международным нормам. Грузии я и моя команда, которая, кстати, здесь со мной тоже работает, сделали, согласно данным АФСИ, Всемирного банка, самую быструю и самую эффектную таможню в мире. Я не теоретик какой-то. Я сделал в одной стране, в соседней, близкой к Украине, самую эффектную и быструю таможню в мире. Если вы сомневаетесь, подсчитайте рапорты международных организаций, можете пойти и сами проверить. Это во-первых. Так что, если вы мне дадите возможность сделать то же самое здесь, а не выдумывать разные вещи, разные отговорки, я буду очень благодарен. Потому что это делаю я для вашего общего дела, нашего общего дела. Это во-первых. Повторых, мы подпишем без каких-то условий и подадим в понедельник. Происходит огромный отток, огромный отток коррупционных таможенников на другие таможни. Они просятся на другие таможни, они пишут заявление. И мы реально, если посмотреть цифры, тут министр приводил какие-то цифры, мы дороги строим, не строим. В отличие от Львовской области, в Одессе забрали, как только Яценюк, после того, как отказался давать деньги на дорогу в Одесса-Рине, сказал, что вот вы переуполняете план и оставите 50%, через два дня он забрал от нас энергетическую таможню. Конечно, этот министр не будет вам про это говорить. И будет зубы заговаривать. А я говорю, как факт есть. Через два дня после его решения он забрал энергетическую таможню. Это 30% таможенных доходов. Потом, когда у нас есть площадки и какие-то вещи связаны с площадкой, кстати, конкретные случаи, может быть связаны с площадками, это серые грузы, где практически без взяток при теперешней системе, раз там, может, нельзя им ноги согревать на этом руки, мы сказали, в Одессе мы не будем делать площадки, идите на другие таможни, платите свои взятки так. Да, мы знаем, что они будут платить взятки. А что делать? Мы не хотим, чтобы у нас были эти взятки. И реально у нас осталось практически чуть больше 20% грузов. И при 20% грузов у нас было большое перевыполнение в последнем квартале. И у нас сейчас уже тоже появились деньги на работу. Но я слышал, что Министерство финансов, увидев это, навостряли зубы, увидев уши, и хотят сейчас менять план для следующего месяца. Михаил, извините, пожалуйста, я вас вынужден перебить, Михаил Николаевич. А все остальное это разговор. Вы простите меня, ради Бога, у нас буквально минута остается. Все-таки... Сергей Власенко, Михаил Николаевич, фракция Батьковщина мы подпишем без каких-то условий и в понедельник подадим ваш законопроект. Вы успели подписаться, спасибо. Михаил, я хотел бы, извините, Евгений. Михаил, у нас очень мало времени осталось на связи с вами. Нет, я хотел бы просто вернуться в конце к тому, с чего мы начинали. Если можно кратко. Нужны в стране перевыборы или нет в парламент. И Кабмин на этой неделе выдохнул спокойно. А вот как вы считаете, как долго и насколько спокойно им можно спать? Сколько вы даете этому правительству еще? Два вопроса. Судьба правительства, судьба Верховной Рады. Я думаю, что... Я думаю, что народ Украины, для народа Украины судьба этого правительства предрешена. А что касается Рады, все будет зависеть от того, как будет Рада в последней следующей неделе вести себя по отношению к этому правительству. Я думаю, что самое большое достоинство Украины, что народ в решающий момент всегда говорит свое веское слово. Никто никогда не смог его заткнуть. Не получилось у попередников, не получится и у тех, которые сейчас себя чувствуют в безопасности. Потому что они договорились. Они договорились друг с другом. Но народ с ними не договаривался. И народ им объяснит, что к чему, и всех поставить на своем месте. А если Рада решит законсервировать этот состав Кабмина? Я вам больше подскажу после этого выхода. Нет, скажите все равно, пожалуйста. Если Рада решит законсервировать этот состав Кабмина? Я думаю, что народ возьмет... Я еще раз говорю, тогда, как обычно, украинский народ, который, я считаю, самым продвинутым в смысле демократического волеизлевления и самоорганизации в мире народом, скажет, как обычно, свое слово. Я же говорю, что они ничему не научились. Но народ прекрасный учитель. Они еще раз, еще раз и окончательно их научат всему. И все поставят всех на свои места. Я еще раз говорю, никто никому не дал право за то, что они стояли на Майдане. Никто никому не дал право, а после этого еще больше не дал право. Если ты стоял на Майдане, и ты сейчас правительство Яценюка, значит, ты предал Майдан, ты предал революцию, ты предал народ. Точка. И поэтому надо все менять. Ставим точку в нашем разговоре. Спасибо, Михаил Николаевич. Спасибо, Михаил Николаевич. Это был живьем в нашем эфире, в прямом эфире из Одессы, губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.